шалом хаверим мы на канале и сегодня мы поговорим с вами ну на очень такую тему которая с одной стороны будет развенчивать вот этот миха трое божье и доказательную базу его а с другой стороны мы выясним как был создан человек потому что те кто изобрел троицу те они же подкрепили ее как бы таким фактом для них немаловажным что человек создан по образу и подобию божью и он тоже триедин и имеет там дух душу и тело вроде как бы так они понимают и это заблуждение которое по большому счету само себе противоречит слову божьему и мы сегодня это увидим и выясним с вами и здесь ну нашим оружием является слово божье и мы должны ним показывать разворачивать слово божье показывать где они врут и где они заблуждаются так вот одним из обманов да это есть попытка вот человека сделать триединым как бы утверждая что образ и подобие божьей так значит будет триедим это библия полностью опровергает то есть тора полностью опровергает эту теорию и написано что если мы смотрим сейчас слово божье то написано и сформировал вая и церк господь бог человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душой живой и здесь бы как бы нам интересно в первую очередь обратить внимание почему я произнес это слово на иврите на слово ва и церк да потому что ва это и а в его церк нам надо более тщательно разобрать для того чтобы понять но друзья и прежде смотрите что бог сделал сформировал из праха земного и это есть одна душа и вдохнул дыхание жизни это есть вторая душа и сейчас мы будем разбирать вы увидите что есть правда дни и дни сказано о чем-то третьем ведь ну нет здесь третьего и как бы мы не хотели чтобы оно было его нет но для нас предоставляет интерес интерес слова и церк сформировал означает действие на его уровне и циро то есть формирование создание проекта или матрицы это слово связано со словом и асар нравственное наставление и со словом и а шар прямой ну можно сказать прямой путь действие церк такое формирование которое в своих контурах направлено к определенной цели понимаете но посмотрите внимательно если вы откроете тору не библию тору и кто знает язык посмотрите внимательно на это слово уникальный случай и он в одном только месте есть это слово уникальный случай он в этом стихе написано с двумя йод и церк вот так оно звучит на иврите двумя буквами йод впереди не во всех других местах где говорится о создании животных и даже следующем восьмом стихе где еще раз упоминается о создании человека везде это слово пишется с одним йод в отличие от животного человек сформирован двумя началами он двоюедин изначально в нем есть начало формирования яцер идущий как у животного снизу от земли есть начало формирования яцер идущий сверху от неба это то и зафиксировано в начертании слова и ее церва под какие давай жара у нас миспадает не знаю как у вас по всей украине идут дожди не знаю как electro ну да ладно Одно начало формирования это Афар Минха Адам из праха земного. Афар тонкий покров земли, его летучая часть, его прах. Первый царь человека из земли из Адама, ну то есть из земли. Про другое начало формирования человека сказано так, и вдохнул в его лицо дыхание жизни. Второе, идущее сверху, формирующее начало человека, это то дыхание жизни, которое Гошем Элахим вдохнул в его лицо. Дыхание Бога в человеке есть для него дыхание жизни. В человеке различимы два начала. Две души. Одна животная душа, нефеш, виводимая землею, и другая дыхание Бога, нешама, виводимая Богом. Нешама – божественная доля свыше в человеке. Нешама исходит от Бога и стала в человеке высшей душой, связывающей человека с Богом. Подлинная жизнь для человека – это жизнь нешама. Добро увеличивает эту жизнь, а зло уменьшает. Мы когда делаем добро, и это же написано и в книгах Нового Завета, где написано, что сеющий в дух пожнет жизнь вечную. То есть, как это сеющий в дух. Но, может, некоторые думают, что это читать или молиться. Ну, как там в строках говорят, так они и думают. Но на самом деле, дело нешама, мы сеем в нешаму, или, ну, как написано, в дух, хотя это не совсем корректная формулировка. Так вот, нешама, она взращивается на наших добрых делах. И хорошо запомните этот пунктик, потому что к нему мы еще вернемся. Дальше следуя и разбирая, ну, то, что, ну, сегодняшний урок продолжает. Ну, ну, зло и также увеличивает нефыж. И это тоже, ну, понятно, потому что написано, сеющий в плоть пожнет тление. Высшую душу человека нельзя не различить. Одна видна в человеческих глазах. Знаете, говорят, глаза – это зеркало души человека. В его лице, которое выделяется тем, что в нем, в отличие от животного обличия, светится одухотворенность, вдуновение Божие, делающее человека человеком. Помните, когда Пилат, долго всматривая Свишуа, он сказал себе человек. Вот, понимаете, теперь о чем эти слова Пилата? Когда, ну, казалось бы, только что ты, ну, понятно, что перед тобой не обезьяна стоит. Что это за сеть человек? Ну, к чему это он? Но, как раз, все о том, что я только что говорил, оно было вешуа. И Пилат, который был очень тронким психологом, потому что быть начальником такого количества людей и при этом не быть психологом невозможно. Тебе надо на разных уровнях видеть людей, чтобы одних ставить начальствующими, другими подчиненными. И так дальше. Выстраивая вот эту иерархию или систематизируя, как говорят в церквях, от большего к меньшему. И так Пилат увидел вешуа не нефеша, он увидел нешаму. То есть, лицо его светилось, глаза его были чисты, и в нем явно читался человек Божий. Поэтому, глядя на него, он сказал, сей человек, удивительные слова, потому что о них очень много сказано. И этими словами он хотел сказать, я видел разных людей. Я видел людей с оскалом волка. Я видел людей с хитростью лисы, с такой, знаете, ехидством лисы. И прочих таких разных людей я видел. Но это по-настоящему человек. Есть два слова обозначения лица в иврите. Язык различает лицо, обращенное к миру, по ним. И лицо, убирающее в себя мир, апа им. И о нем-то и говорится здесь. Апал. Нешама, вдуманый в человека, обращенного вглубь себя и убирающего в себя мир. И стал человек ва-и-ха-дама. Душою живою. Ле-нефеш-хая. Хая – жизнь, нефеш-душа. У животного есть нефеш-хая тоже. Но живая душа, живая душа, но человек, в отличие от животного, становится душой живой, становится душевно живым только после того, как его обращенное вглубь лицо вдунута нешама. То есть, отсутствие нешамы делает человека мертвым. Вот еще какая интересная история. Живая душа человека от дыхания Бога. Без нешама человек перестает быть человеком, но не превращается в животное. Ну, мы говорим, да ты как скотина. Ну, то есть, понятно, что скотина – это животное. Но не надо обижать животных, потому что животное следует своему закону. И оно живет в рамках этого закона, ни больше, ни меньше. Поэтому, ну, говорить на творение, что оно, и сравнивать ее с человеком, который не имеет нешама – это оскорблять животное. Человек же без нешама – существо противозаконное и непутевое. Это уже не человек, мертвый душой и воплощающий зло. Так что жизнь человека не от земли, из которой он взят, а от дыхания Бога. Друзья, очень важно понимать, потому что, ну, много разговоров на этот счет ведется, о рождении свыше и все такое. Но вы понимаете, о чем идет речь сейчас. И когда Бог говорит, не лично духу моему быть пренебрегаемым. О чем Бог тогда говорил? О каком духе? Естественно, что о нешаме. Человечество тогда опустилось и начало угождать своему плотскому я и своей плотине, то есть нищей душе нефеш. И нешама, она стала в пренебрежении у людей. А когда нешама уменьшается до, знаете, как вы помните, была такая хорошая шлигреневая шкура. По-моему, он сам это написал. Так вот, там был человек, который хотел покончить с самоубийством в жизни, но ему подошел другой человек и говорит, а что такое, ну, почему ты хочешь себя убить? Он говорит, ну, потому что у меня нет денег, он проиграл, он там казино играл, любил в карты поиграть. В общем, он говорит, я проиграл, все, и зачем мне жить? Он говорит, а хочешь я тебе продлюжись? Ну, он говорит, хоть никуда как. Он говорит, я тебе дам, ну, шлигреневая шкура, это ослиная шкура. И вот он говорит, вот я тебе дам масляную шкуру, и она будет исполнять твои желания. Но любое твое желание, оно будет уменьшать ее, и она будет делаться все меньше и меньше. И, ну, в конец, когда она полностью исчезнет, ты умрешь. И вот он сначала обрадовался, потому что шкура росла, казалось ему большой. И он думал, вот это целую жизнь можно жить, удовлетворяя свои похотя. И он начал загадывать, она начала уменьшаться, но поскольку она большая, то поначалу это не сильно было заметно. А потом, когда она превратилась в маленький лоскуток, и когда он понял, что все, подходит смерть, а у него все есть. Вот как трудно людям, которые всю жизнь стяжали, строили дома, покупали вилы, самолеты и все остальное, как трудно им оставлять этот мир. Они цепляются за него, зубами угрызаются. Так вот, этот человек, он там начал употреблять наркотики, чтобы находиться во сне, потому что он заметил, что только он подумает что-то, вот бы сейчас попить холодной водички. И тут уже служанка с холодной водой стоит, а он же сам мог бы сходить, и шкура уменьшилась. И вот так он плачевно закончил свою жизнь. Друзья, нечто подобное происходит с теми, кто сеет в свой нефеш, потому что он растет за счет уменьшения нишана. И наоборот, нефеш присущее сознание оторванности, я, от всего того, что не есть я. То есть, это чисто такая эгоистическая позиция, все, что не есть я для меня хорошо, все то мне не надо. То есть, должно быть вокруг меня то, что мне, я считаю, что мне оно делает хорошо. Такого сознания оторванности в нишаме, как в центре я, нету. Нишама причастна Богу, сознает свою нераздельность с духовным миром и сама обитает в мире творения. Замысла Бога на уровне брия. Нишама несет в себе замысел Бога на человека. Вот нельзя сказать, что два формирующих начала в человеке, два эцера, легко уживаются в человеке. И у несущего человека есть чувство себя, свое чувство сознания жизни. И у нишама есть чувство сознания я. Каждая из этих начал желает блага себе и выстраивает ударение на себе. Их противостояние, бывает, раздирает человека и всегда создает в нем ту напряженную душевную жизнь, ту внутреннюю борьбу с собой, в которой горит его дух, находящийся на службе Господа. Друзья, и часто мы, знаете, замечаем в себе некоторое борьбу, такое борьбу постоянную. Ты хочешь одного, и Павел пишет. Бедный, бедный человек, кто избавит меня от этого тела, революционное. Потому что я то, что хочу, делаю, не делаю, а то, что не хочу, делаю. Вот это борьба нефиша и нешана. И, естественно, что, помните, я говорил вначале, запомните вот эту фразу. Это есть рабочее напряжение, в котором растет и созревает плод. То, ради чего человек и сотворен. Так вот, друзья, невозможно. Нас всегда учили, что надо бороться с плохими своими качествами. И тогда ты будешь их побеждать. На самом деле, это, ну, полная, как бы, ну, неэсенитница. Потому что нам надо не бороться со своим злым началом. А приняв его таким, как оно есть, да, начинать делать добрые дела. Вот в чем наша задача. И тогда наша нешама будет проявлять дела милосердия, сострадания, взращивать в себе веру, любовь. И тогда наша нешама будет расти, а нефиш будет уменьшаться. И в этом есть и смысл жизни человеческой. В чью сторону ты сделаешь выбор. Вот в этом и заключается жизнь человека. Потому что мы выбираем между служением своим похотям и служением Богу. Когда ты служишь Богу, ты делаешь добро. Или свет Божий делает добро через тебя, правильнее было бы сказать. Но когда ты ему не служишь, ты, естественно, что ты облагоражуешь свое плотское «я». И это называешь служением Творцу. На самом деле, ты служишь сам себе, нешама становится все меньше и меньше. И человек превращается в жалкое подобие человека. Беззаконного, вот такого легкомысленного, беспутного. Который, ну, знаете, встречал такие формы, что, ну, вот такого падения, такое видео, встречал таких людей, от которых все родные, все близкие поотказывались, поубегали. И они продолжали думать, что у них все хорошо. То есть крайняя степень эгоизма, она отталкивает от тебя все хорошее. Ну, и нормальные люди, вот этого не могут вынести, им лучше убежать. Конечно, таким людям тоже надо помогать. И мы помогали и помогаем. Но очень важно человека переключить в фокус. Фокус, наверное, с нефиша, с материального мира. Потому что нефиш дан человеку для того, чтобы он поднимал материальный мир. И на фокус нешама, то есть духовного мира. Чтобы он правильно расставил акценты в своей жизни. И начал делать дела, хеседа, милосердия. И стал теплом дня, как Авраам, для людей. Вот в чем заключается цель человеческой жизни. И похоже, что как тогда человек пренебрегал в допотопном поколении нешамы. Так и сейчас. Люди говорят, что они сыны Божьи. Но на самом деле мы видим, как людей по-настоящему светлых, по-настоящему чистых становится все меньше и меньше. А вот этой подлости человеческой, вот такой, знаете, ехидства, вот такой лицемерия, гибкости хребта. Помните, как свежо предание, но верится с трудом, что те и славились, а шея не сжигнулась. Так вот, таких времен сейчас их становится все больше и больше. А тех, которые, ну, занимаются своей высшей душой, все меньше и меньше. Ну, вот то, с чем хотелось с вами поделиться. И естественно, что вы видите, что ни о каком-то реединстве человека не идет речь. Да, у человека есть два начала. И это как два пути. Это, как Ишоа говорит, да будет у вас да, и будет нет. А все, что посредине, оно отлукаво. Поэтому невозможно, знаете, посредине где-то. Ты или идешь вверх, ты или ты идешь вниз. Ты или запутаешься в этот материальный мир, о котором сказано хорошо во втором послании об этом состоянии. Второе послание Петра. Сейчас я зачитаю и буду заканчивать. Не хочу сильно растягивать. Вот. Второе послание апостола Петра. Так, Иоанна, Иуды. Это уже время нам прошло. Так, секундочку, друзья. Прошу прощения, не сделал закладку. Но оно пришло, сейчас мне наизусть я не процитирую. И так, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но в своем случае, с ними случаются верные послойцы. После Пес возвращается на свою блевотину и вымытая семья идет валяться в грязи. А до этого он говорит, ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя, опять запутываются в них и побеждаются ими, то спасление бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. То есть, люди, едва оставшиеся от вещественных начал мира, опять возвращаются туда. И понятно, мы сегодня, сейчас, после этого урока, я думаю, вам понятно, о чем. Хорошо. Всего вам самого лучшего, друзья. И изучаем истину, распространяем истину и утверждаемся в истине. Шалом, до новых встреч, всего хорошего. Аминь.